здрасте меня зовут олег продолжаем нашу рубрику из цикла очевидно невероятным сделаю трансформатор понижающий подключил его через конденсатор 220 вольт на выходе подключил лампочку при нагрузке при нагрузке 15 и 17 ватт на трансформатор приходила нагрузка только 8 ватт то есть и сети потреблял 8 ватт нагрузки получалось 17 потом я изменил нагрузку прибавил не 17 ватт а сделал больше и получилась примерно такая зависимость при 40 ватт нагрузке здесь у нас уже было потреблялось около 25 ватт при нагрузке 100 ватт потреблялось 75 ватт при нагрузке 120 ватт 150 ватт потреблялось около 120 ватт почему такое происходит конденсатор включается после эту схему и у нас получается мощность на конденсаторе то есть на входе в трансформатор меньше чем на выходе из трансформатора сразу вспоминается монолог Жванецкого включая применяя правила буравщика уже не я государство а государство не должно на самом деле ничего здесь такого крамольного не происходит а вот что происходит вот смотрите вот это наш конденсатор и обмотка трансформатора при подключении у нас сначала заряжается конденсатор потом конденсатор разряжается на трансформатор заряжается у нас конденсатор вот по такой синусоиде а разряжается гораздо быстрее и у нас вот такая получается картиночка но при этом что у нас возникает ток самоиндукции который индуцирует катушки вот такие вот всплески более высокочастотные и когда нагрузка у вас маленькая конденсатор требуется маленький при маленьком конденсаторе у нас частота очень большая получается и вот эта прибавка за счет повышения частоты мы получаем нагрузки лампочки почему при увеличении нагрузки у нас кпд падает а все тоже очень просто получается такая картинка вот наши синусоида и вот когда частота у нас конденсатор здесь ставится больше емкости то частота собственных колебаний этого контура сразу делается гораздо меньше и она уже не на много превышает эту частоту а получается вот такая нарисую сейчас два графика как она выходит на самом деле почему у нас происходит вот в первом случае когда у нас маленькая нагрузка и маленькая емкость у нас получается примерно вот такая картиночка значит это у нас частота 50 герц из сети и происходит за счет конденсатора контур собственных колебаний получается вот такая у нас штука как видим у нас вот здесь вот близко подсоединяется и то есть падение напряжения соответствует падению напряжения и на сети и по моим контурам то есть они очень близки а вот в другом случае когда у нас конденсатор имеет большую емкость и большая нагрузка у нас получается вот другая картиночка у нас получается такая вещь вот основной сигнал а частота уже не вот такая частая а вот такая и получается что вот здесь вот то есть сейчас чтобы понагляднее было то есть что у нас получается не вот таким образом раз и перекрывает вот так вот вот так вот получается и видите что у нас выходит вот вот эта часть сигнала которая идет из сети начинает воевать с тем сигналом который вырабатывается за счет тока самоиндукции и получается дополнительная нагрузка и поэтому чем больше ставится конденсатор тем меньше частота тем больше и потери и КПД у нас начинает поэтому падать это получается за счет чего получается у нас повышение КПД выше единицы а все очень просто это эффект феррорезонанса во всех сетях с ним очень борется серьезно потому что если допустим вот у нас трансформатор на входе и пошло на выход значит сеть у нас имеет определенную емкость чем больше провода тем больше емкость тем более вот и получать такая штука когда в сети набирается довольно-таки приличная емкость начинается резонансные колебания в контуре вот получается у нас набирается большая емкость и получаются резонансные колебания эти коррепと вызывают ток самоиндукции в этой катушке соответственно направление изменения магнита потока в сердечнике И вызывает всплеск напряжения и в первичной обмотке И если у нас всплеск напряжения в обмотке превышает напряжение сети То у нас получается эффект коробкого замыкания И начинает у нас сгореться катушка, перегревается провод Перегревается сердечник, цепная реакция Трансформатор сгорает, обмотка сгорает, получается маленькое число Может большое Если мы разделим контур трансформатора Отделим от подающей сети То есть чтобы сигнал на трансформатор поступал А с трансформатора обратно в сеть не шел Тогда мы сможем получать, так сказать, бесплатную дешевую электрическую энергию То есть наш электрический насос начнет качать как положено Это одно из направлений, по которому я считаю, что нужно делать трансформатор И в принципе все трансформаторы, которые кто-то может сделать Ну вот тоже самое Капананзе, там еще какие Даже у Андреева трансформатора, которые тоже основаны на том, чтобы Используют самоиндукцию трансформатора И за счет этой самоиндукции получают дополнительную прибавку к электричеству То есть своего рода усиливающий насос Это примерно как эффект пульверизатора Вот есть такой продувочный пистолет У него сопло маленькое Вот И дует в большие сопла С большим диаметром Вот такой вот И за счет здесь у нас воздух дуется с большой скоростью И затягивает за собой воздух Который большего объема воздуха И получается сила на выходе потока воздуха гораздо сильнее, чем без этого конуса Вот таким образом и получается Как бы подсасывается электричество То есть дополнительно не качается А перекачивается с одного конца провода на другой Электрические заряды